Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. На днях в России прошла большая конференция, которая была посвящена текущей ситуации на страховом рынке. В ходе данной конференции, где приняли участие и представители Российского Союза автостраховщиков, исполнительный директор РСА Сергей Ефремов рассказал о текущей статистике по мошенничеству с полисами ОСАГО. По его словам, мошенничество с полисами страховки можно разделить на две большие группы. Первое – это организованные группы, то есть преступления организуются как бизнес, профессиональные мошенничества заранее тщательно планируются и совершаются группой лиц, используя различные схемы. Второе – это индивидуальные, то есть умышленно приобретается поддельный полис с целью получить незаконную выгоду. По оценке РСА, организованные группы в мошенниках занимают 30%, индивидуальные – 70%. При этом, согласно статистике этого же Российского Союза автостраховщиков, порядка 89% в случае мошенничества по направленным заявлениям занимают как раз-таки полисы ОСАГО. Отдельно Ефремов остановился на такой теме, как полисы ОСАГО без выплат, то есть это мошеннические действия, когда страховой агент вносит в систему РСА недостоверную информацию, к примеру, занижает мощность двигателя транспортного средства, неправильно указывает регион регистрации и тому подобное. Делается это для того, чтобы снизить стоимость полиса ОСАГО. Соответственно, в сети множество предложений есть, когда предлагается купить полис ОСАГО без выплат, там за 1000, за 1500, за 2000 рублей и так далее. Проблема в том, что в случае, когда владелец такого полиса станет виновником ДТП, пострадавшая сторона по такому недостоверному полису не сможет получить никакую выплату. То есть это просто бумажка для того, чтобы показывать ее автоинспекторам. Более того, если автоинспектор в ходе проверки выявит данные о том, что полис фальсифицированный, соответственно, водителю в таком случае грозит наказание вплоть до уголовной ответственности за подделку документов. На сегодняшний день РСА также начали бороться и с этими сайтами, которые предлагают такие полисы ОСАГО без выплат. Мероприятие по ограничению доступа в информационно-телекоммуникационных сетях к информации с предложениями о заключении договоров ОСАГО в виде электронных документов без возможности получения по ним страховых выплат, о распространении незаполненных оригинальных бланков полисов и бланков полисов ОСАГО, изготовленных на ней предприятиями АО «Гознак», поделился своими действиями от РСА Сергей Ефремов. Так, по его информации, за 2022 год был ограничен доступ более чем к 4000 ресурсов, на которых размещалась информация, не соответствующая законодательству России по ОСАГО. Также, согласно статистике Ефремова, за 2022 год количество водителей без полисов ОСАГО в России выросло почти на 2 миллиона. То есть, вот вы видите эту статистику на своих экранах. Всего по России в 2021 году было оформлено 42 миллиона 126 тысяч полисов ОСАГО, в 2022 году 40 миллионов 250 тысяч. При этом, из них договора ОСАГО с премией, то есть со стоимостью полиса от 1000 до 2500 рублей, в 2021 году составляла 4 миллиона 437 тысяч, в 2022 году 2 миллиона 792 тысячи. По оценке РСА, среди этих полисов до 30% вероятность мошеннических договоров. Также они отдельно выделили полисы ОСАГО стоимостью менее 1000 рублей, в 2021 году их было 1 миллион 121, в 2022 году 751 тысяча. Среди таких полисов до 70% вероятность того, что они мошеннические, то есть без выплат. Вот такая вот информация, то есть это представленная статистика. РСА хочет показать то, что их действия по борьбе с данными мошенничествами, в том числе и с полисами ОСАГО без выплат, не остаются без реакции. Количество таких случаев, по данным Российского союза автостраховщиков, в 2022 году снижено. Вот такая вот информация. А если вам нужно купить или продлить полис ОСАГО, то в описании под этим видео я оставлю ссылку, перейдя по которой у вас появится возможность сравнить предложение от 18 страховых компаний и выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным, интересным. Что вы думаете по этому поводу? Своим мнением вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!